Беседа 12, 122, Матфея 3, 15. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, тогда Иоанн допускает его». С рабами Господь, с виновными судья идет креститься. Но не возмущайся этим. В этом-то смирении и сияет особенно высота его. Да и чему удивляться? Если принял крещение и вместе с другими пришел к рабу тот, который благоволил столько времени быть в дизической утробе, родиться с нашим естеством, принять за ушение и крест и претерпеть все, что претерпел он, то чудность, что он, будущее Богом, восхотелся делаться человеком, все же прочее было уже следствием этого. Потому-то Иоанн говорил предварительно, что он не достоин развязать ремень обуви его. Так же, что Христос есть судья, воздаст каждому достойное, и всем не спошлет в обилии духа, чтобы ты, видя его идущего ко крещению, не судил о нем низко. Вот почему и тогда, как он пришел к креститься, Иоанн удерживает его, говоря, «Ты ли идешь креститься от меня?» «Мне надобно креститься от тебя». Так как крещение Иоаннова было крещением покаяния и приводило людей к сознанию грехов, то, чтобы кто не подумал, что и Иисус приходит на Иордан с таким же намерением, предупреждение этого Иоанн называет его агонцем и искупителем мира от греха. «Тот, кто мог истребить грехи всего рода человеческого, сам уже без сомнения был безгрешен. Потому Иоанн и не сказал, «Вот безгрешный, но что гораздо важнее, берущий на себя грех мира, чтобы вместе с этим ты уверился и, уверившись, увидел, что он приходит ко крещению с иной какой-то целью». Потому-то Иоанн и говорил пришедшему к нему Христу, «Мне нужно креститься от Тебя». Не сказал, «Ты ли хочешь креститься от Меня?» Он не держал сказать и этого. Но что сказал, «И ты ли приходишь ко Мне?» Что же Христос? Он и здесь поступил точно так же, как после с Петром. И этот не давал ему умыть ног своих, но когда услышал, что истинно говорю тебе, что если я не умою ног твоих, то не будешь иметь части со Мною, а этого, разумеешь, после. Тотчас оставил упорство и оказал послушание. Подобным образом и Иоанн услышал, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его». Немедленно повиновался. Оба они, Петр и Иоанн, не были упорны, но оказывали и любовь и послушание, и во всем старались повиноваться Господу. Смотри же, как Иоанн убеждает Иоанна тем самым, с чем он особенно затруднялся. Не сказал, что того требует справедливость, но так подобает, так прилично. Тогда как Иоанн почитал весьма неприличным для него принять крещение от раба, он напротив указывает ему на полное приличие этого, как бы говоря, «Не потому ли ты уклоняешься и отрекаешься от этого, что находишь это неприличным?» «Напротив, это весьма прилично, и потому оставь это». Не просто сказал «оставь», но и превосокупил ныне. Не всегда будет это, говорит Он, «Напротив, ты увидишь меня и в том состоянии, в каком желаешь видеть, а теперь пока ожидай его». Далее Христос показывает и то, почему это прилично. Почему же это прилично? Потому что нам надлежит исполнить весь закон, что и означил он словами, всякую правду, так как правда есть исполнение заповедей. Так как мы, говорится, исполнили уже все другие заповеди, и остается только одно это, то должно присовокупить это. Я пришел разрешить клятву, лежащую на вас за преступление закона, потому должен прежде сам исполнить весь закон и освободить вас от осуждения, и таким образом прекратить действия закона. Итак, мне надлежит исполнить весь закон, потому что я должен разрешить проклятие, написанное против вас в законе. Для того-то я и принял плоть и пришел в мир. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все, отверзлись ему небеса, и увидел Ян Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. Естественно, народ почитал Яна гораздо выше Христа. Тот всю жизнь свою проводил в пустыне, был сын архиерея, носил необычайную одежду, призывал всех к окрещению и сверх того родился от неплодной. И Иисус же произошел от незнатной отраковицы, рождение от Девы не было еще всем известно. Воспитывался в доме, обращался со всеми и носил обычную одежду. Так как никто еще не знал неизреченных тайн домостроительства, то и почитали Христа меньшим. Крещение от Иоанна еще более могло утверждать иудеев в этом мнении. Если бы они даже и не имели других убеждений к тому, а не думали Иисусе, что и Он из числа обыкновенных людей, если бы Он был необыкновенный человек, рассуждали они, то не пришел бы креститься вместе с другими. Напротив, Иоанн был в глазах их гораздо более и удивительнее его. Вот почему, чтобы такая мысль не утвердилась, в народе тотчас по крещению Иисуса отверзается небеса, нисходит дух и вместе с духом глаз, возвещающий достоинство Иисуса, как к единородному. А так как этот голос, сей есть Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение многим казалось относящимся к Иоанну, потому что не было прибавлено сей крещаемой, но сказано просто сей, да и как по самому достоинству крестителя, так и по всем вышесказанным обстоятельствам, каждый слышавший эти слова, естественно, прилагал их к крестившему, чем к крестившемуся, то дух святой сошел в виде голубя, чтобы обратить глаз на Иисуса и показать всем, что слово сей сказано не об Иоанне крестившем, но об Иисусе крестившемся. Почему же, скажете, смотря на такие события, иудеи не уверовали в него? Пожица к осердии своему. Точно так же при Моисее много было чудес, хотя и не столь великих, но народ после всех этих чудес, после глазов и труб, и молний, слил себе тельца и прилепился к Валфи-гору. Да и те же самые, которые были при крещении, видели впоследствии воскресение Лазаря, и однако не только не уверовали в того, кто сотворил это чудо, но еще многократно покушались и убить его. Итак, если они, видя собственными глазами воскресение мертвых, до такой степени упорствовали во зле и неверии, то чему удивиться, если они не поверили глазу, не сшедшему свыше? Когда душа находится в состоянии бесчувственности и развращения, одержима недугом зависти, тогда она не убеждается никаким чудом. Напротив, когда душа благопризнательна, тогда она принимает все с верою, даже и в чудесах не имеет особенной нужды. Итак, не спрашивай, почему они не поверили? Но рассмотри лучше, не все ли было сделано, что было нужно для преклонения их к вере? Это показывает сам Бог, когда устами пророка защищает все, что он сделал, для блага их. Когда иудеям угрожало погибель и последнее наказание, то чтобы кто-нибудь из-за их развращения не стал обвинять промысел, он говорит, что мне и надлежало еще сделать для виноградника моего и я не сделал. Исайя 5.4 Так и здесь рассмотри, чему бы еще надлежало быть и не было. Да и когда бы не случились подобные рассуждения о промысле Божьем, употребляй всегда этот образ защиты против дерзающих, обвинять его за пороки людей. Смотри же, какие совершаются чудеса и какие открываются начатки будущего. Ведь не рай, а самое небо отверзается. Впрочем, речь против иудеев отложим до другого времени. А теперь при содействии Божьим обратимся к дальнейшему. «Тогда Иисус, когда крестился и вышел из воды и тотчас отверзлись ему небеса». Для чего же отверзлись небеса? Для того, чтобы ты познал, что и при твоем крещении бывает то же самое. Тогда Бог призывает тебя к горнему Отечеству и убеждает ничего уже не иметь общего с землею. Ты не видишь этого, но не смотри на то, не сомневайся. Чувственное видение дивных и духовных вещей и все подобные знамения являются только в начале. И то для людей грубых и таких, которые не могут вместить никакой мысли о существе бестелесном, не могут вместить никакой мысли о существе таком и порождается только видимым и потому имеет нужду в чувственных видениях. Но это бывает с той целью, чтобы с верой принималось то, что однажды вначале было утверждено чудесами, хотя бы этих чудес потом уже и не было. Так на собрании апостолов был шум дыхания бурного и явились видения огненных языков не для самих апостолов, но для иудеев, которые тогда находились с ними. Между тем и мы приемлем то, что единожды утверждено чудесами, хотя и нет более чувственных знамений. Так и при крещении. Голубь явился для того, чтобы и присутствующим Иоанну указать как бы перстом Сына Божия, и вместе для того, чтобы и ты знал, что и на тебя, когда крещаешься, нисходит Дух Святой. 125. Но нам нет нужды уже в чувственном видении, потому что для нас вместо всех знамений довольно одной веры. Знамения даются не для верующих, но для неверующих. Почему же Дух Святой явился в виде голубя? Потому что голубь есть животное кроткое и чистое. И как Дух Святой есть Дух кротости, то он явился в этом виде. Кроме того, такое явление напоминает нам и о древней истории. Когда всеобщий потоп объял всю Вселенную, и род наш подвергался опасности совершенного истребления, тогда явилась эта птица и дала знать о прекращении потопа. И принесла ветвь в вас личную, принесла благую весть о всеобщей тишине во Вселенной. Вот это было прообразованием будущего. Тогда люди находились в худшем состоянии, достойны были гораздо большего наказания. Поэтому, чтобы ты не отчаивался, Писание и приводит тебе на память эту историю. И в то время, несмотря на самое отчаянное положение дел, было некоторое избавление от бедствий и восстановление. Тогда это произошло посредством наказания, а теперь посредством благодати и дара неизглаголанного. Поэтому и голубийца не смысл личной ветью является, но указывает нам на освободителя от всех зол и подает благие надежды. Ни одного только человека выводит она из Ковчега, но всю вселенную возводит на небо и вместо масличной ветви приносит усыновление всему роду человеческому. Представляя величие этого дара, не уменьшая в мыслях твоих достоинства Святого Духа, то потому только, что он явился в таком образе. Я слышал, как некоторые говорят, будто такое же различие между Христом и Святым Духом, какое между человеком и голубем, потому что тот явился в человеческом естестве, а этот в виде голубя. Что на это должно сказать? То, что Сын Божий принял естество человеческое, а Дух Святой не принял естества голубя. Потому-то Евангелист не сказал в естестве голубя, но в виде голубя. Да кроме данного случая, после он никогда не являлся в таком образе. Далее, если ты по этой только причине почитаешь его меньшим, по достоинству, то по тому же самому Херувиму будет лучше его, и при том во столько раз, во столько орел, превосходнее голубя, потому что они являлись в виде орлином. Так же и ангелы будут лучше его, потому что и они часто являлись в образе человеческом. Но да не будет этого. Да не будет. Иное ведь дело истинным соделаться человеком, иное на время являться в каком-либо виде. Итак, не будь неблагодарным перед своим благодетелем, и не плати злом за добро, даровавшему тебе источник блаженства. Где достоинство усыновления, там и отъятие всех зол и дарование всех благ. Вот почему отменяется крещение иудейское, а наше получает начало. Что было с Пасхой, тоже происходит и с крещением. Как там Христос совершил ту и другую Пасху, одну отменил, а другой дал начало, так и здесь. Испомнив крещение иудейское отверст двери и крещению церквенного заветней, как там в одной вечере, так и здесь в одной реке. И тень начертал, и истину представил. Только наше крещение имеет благодать Святого Духа. Крещение же Иоаннова не имело такого дара. Потому-то ничего подобного не случилось при крещении других людей. А совершилось только с тем, кто имел преподать этот дар, чтобы ты, кроме вышесказанного, познал и то, что не чистота крещающего, но сила крестившегося произвела это. Тогда и небеса отверзлись, и Дух Святой с ней зашел. Так Христос от древнего образа жизни уже изводит нас к новому, отверзая нам врата небесные и не спасывая оттуда Святого Духа, который призывает нас к горнему Отечеству. И не просто призывает, но и облекает высочайшим достоинством. Соделывает нас не ангелами и архангелами, но возлюбленными сынами Божьими. Так Он влечет нас к тому горнему достоянию. 127 «Представляя все это, иди жизнь достойную, и любви призывающую, и сообщество небесного, и чести тебе дарованный, распявшись миру, и мир распявший себе, со всяким тщанием старайся жить так, как живут на небесах. Не думай, что ты имеешь нечто общее с землей, потому что тело твое еще не вознесено на небо. Глава твоя там, на небесах. Для того-то Господь не шел на землю, и не звел с собою ангелов. А потом, восприявший тебя, вошел на небо, чтобы ты еще прежде в ошествии твоего туда уверился, что можешь жить и на земле, как на небе». Итак, будем постоянно сохранять то достоинство, которое мы получили вначале. Будем ежедневно стремиться к небесным чертогам и все земное почитать тенью и сновидением. В самом деле, если бы какой-нибудь земной царь неожиданно усыновил тебя, бедного и нищего, ты бы не подумал о своей бедной хижине, хотя между тем и другим еще и невелико различие. Так и ты не думай ни о чем прежнем, потому что ты призван к благам гораздо важнейшим. Тот, кто тебя призывает, есть владыка ангелов, а благо даруемое тебе превыше всякого слова и разумения. Он переселяет тебя не от земли на землю, подобно царю земному, но от земли на небо и от смертного естества в славу бессмертную и неизглаголанную, которая тогда только откроется вам в истинном своем виде, когда будем ею наслаждаться. Надеюсь получить такие блага, неужели ты будешь еще вспоминать о деньгах и прилипаться к мечтам земным? Уже ли не уверишься, что все видимое малоценнее рубища нищего? Как же ты явишься достойным такой великой чести? Какое принесешь оправдание? Или лучше, какой не понесешь казнь за то, что после такого дара опять бежишь к прежней блевотине? Ведь ты будешь наказан за грехи свои не просто как человек, но как Сын Божий и величие чести послужить тебе только к большему наказанию. И мы за одни и те же проступки не одинаково наказываем провинившихся рабов и детей, особенно если они много облагодетельствованы нами. Если тот, кому дан был в удел рай, за одно только прислушание после великой чести подвергся таким бедствиям, то мы, получившие небо и соделавшиеся сонаследниками единородного, можем ли спросить прощения, и когда оставив голубя, поспешаем к змею. Нет, мы уже не услышим тогда, земля ты и землю отойдешь, или возделывая землю и прочего, что некогда сказано было Адаму. Но нам угрожает наказание гораздо тягчайшая, тьма кромешная, узы неразрешимые, червь ядовитый, скрежет зубов и по делам. Тот, кто и после такого благодеяния не сделался лучшим, по всей справедливости должен подвергнуться последнему и тягчайшему наказанию. Или я некогда отверз и заключил небо, для того, чтобы не звести и удержать дождь. А тебе отверзается небо, для того, чтобы ты вошел туда, и не только сам вошел, но, что гораздо важнее, и других возвел с тобою, если захочешь. Вот какое дерзновение власть даровал тебе Господь во всех благах своих. Итак, если там дом наш, то положим туда все свое имение и не оставим ничего здесь, чтобы не лишиться его. Здесь, на земле, хотя бы ты запер свое имущество ключом, хотя бы приделал двери и запоры, хотя бы приставил тысячу стражей и защитил его от всех злодеев, хотя бы укрыл его от взора завистников, хотя бы предохранил даже от моли и от порчи, причиняемой временем, что, впрочем, невозможно. Ты все же не избежишь рано или поздно смерти, и все это в одно мгновение будет у тебя отнято, и не только отнято, но и предано в руки врагов твоих. Если же ты перешлешь свое имение в дом небесный, то будешь совершенно безопасен. Не нужно тебе будет ни замков, ни дверей, ни запоров, такова крепость того града. Так неприступно то место для хищников, так неприкосновенно для тления и ограждено от всякого злого умысла. Не крайне ли безумие собирать все туда, где все полагаемое испевает и погибает, а где все остается неприкосновенным и даже еще возрастает, туда не отлагать ни малейшей части? И это делаем мы, которые так должны жить вечно там. Потому-то язычники не верят нашим словам. Они хотят не на словах, а в делах наших видеть доказательства нашего учения о жизни будущей. Видя, что мы строим пышные домы, заводим сады и бани, покупаем поля, они не хотят верить, чтобы мы готовились переселиться в другой небесный град. Если бы это было так, говорят они, тогда бы христиане все, что только здесь имеют, променявши на серебро, заблаговременно отправили туда. Так заключают они из того, что обыкновенно бывает в мире. В самом деле, мы видим, что богатые люди строят домы, покупают поля и все прочее в тех городах, в которых намереваются жить. Между тем, мы делаем напротив. Мы всеми силами стараемся приобрести землю и за несколько десятин земли и домов не только не жалеем денег, но даже проливаем кровь. А для приобретения неба не хотим пожертвовать и самыми избытками, между тем, как могли бы купить его за малую цену и купивши обладать им вечно. Потому-то мы и подвергнемся крайнему наказанию, если придем туда наги и нищи. И не за свою только бедность будем терпеть несносные мучения, но и за то особенно, что и других вовлекали в подобное состояние. В самом деле, если язычники увидят, что и мы, сподобившись великих таинств, привязаны к земному, то тем более сами будут прилипляться к нему. Через это мы сами собираем сильнейший огонь на нашу голову. Нам надлежало бы учить их презирать все видимое, а мы вместо того больше всех возбуждаем в них пристрастие к нему. Как же мы можем спастись, когда должны будем подвергнуться истязанию за погибель других? Неужели это же ты не знаешь, что Христос повелел нам быть солью и светильниками в этом мире, чтобы мы укрепляли расслабляемых сладострастием и просвещали омраченных заботами о богатстве? Если же мы повергаем их еще в большую тьму, только еще больше расслабляем, то какая останется нам надежда спасения? Совершенно никакой! Но с воплем и скрежетом зубов связанных по рукам и ногам будем ввержены в огонь гиенский, после того, как уже здесь и стомимся заботами о богатстве. Итак, размыслив о всем этом, расторгнем все узы обольщения сребролюбием, чтобы не впасть нам в те узы, которыми увлекут нас в огонь неугасаемый. Тот, кто рабствует богатству, и здесь и там всегда будет в узах, а не имеющий этой страсти, и здесь и там будет свободен. Чтобы нам достигнуть этой свободы, сокрушим тяжкое ермос ребролюбие и воскрылимся к небу, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.